Концепция составлена и реализовать ее необходимо в как можно более сжатые сроки. Для этого необходимо привлечь не государственные объединения и отдельных инвесторов. Убежден заместитель министра образования и науки России Вениамин Каганов. Соответствующая инициатива уже рассматривается на уровне законопроектов. Особая наша забота это создание условий для развития научно-технического творчества детей. И несмотря на то, что прибавка с точки зрения охвата, она с каждым годом увеличивается. И сейчас статистика говорит, что это где-то на уровне 6% от общего количества занимающихся в системе дополнительного образования. Но тем не менее это недостаточно. И наша задача сделать так, чтобы качественные программы были, они заинтересовали детей. И чтобы к 2018 году, через три года создать условия, чтобы эта цифра удвоилась. Среди первопроходцев реализации пунктов программы Пермь. Там дошкольным образованием активно занимаются середины двухтысячных. В городе уже давно научились учитывать потребности каждого ребенка в индивидуальном порядке. Однако значительно позже нашли оптимальный способ распределения по принципу. Каждому ребенку по кружку в год. Исключение лишь для инвалидов. Мы внедрили систему персонифицированного учета. Эта система была внедрена в 2004 году, когда мы научились считать каждого ребенка. Но в 2010 году мы уже поняли, что мало посчитать детей и отправлять за них деньги. Почему? Потому что система дополнительного образования, как мы понимаем, специфична. Ребенок записался в сентябре в кружок, в октябре он уже не ходит. При этом из бюджета уже пошли деньги на учреждения. Поэтому мы поняли, что надо делать следующий шаг и считать уже каждое посещение ребенком. Важный момент в развитии дополнительного образования – период каникул. Тут один из лидеров – крымский Артек. Впрочем, его директор Алексей Каспаржак напоминает. Понятие каникулы и отдых в центре своеобразное. Мы когда говорим про Артек, во-первых, я не согласен с тем, что речь идет об отдыхе. Во-вторых, я не согласен с тем, что речь идет о каникулярном периоде. Мы работаем круглогодично и думаю, что в этом есть залог и перспектива успеха. Успеха не только для крупного центра такого, как Артек, но и для центров вообще, которые занимаются дополнительным образованием. Мне кажется, что в этом документе и в контексте его обсуждения нам стоит говорить о следующем. Как с помощью системы дополнительного образования развивать образовательную систему Российской Федерации? Отдельно развивать систему дополнительного образования нужно, но мне кажется, что вот этот интегрирующий характер и фокус на ребенке может позволить ее развить систему образования более органично, что ли. Несмотря на необходимость привлечения негосударственных объединений к вопросу дополнительного образования, страна также выделяет немалые деньги на развитие кружков и секций. В этом году регионы получили 152 миллиарда рублей, что на 15 миллиардов больше, чем в прошлом. Тарас Березицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.